Всем привет! Существует несколько основных причин того, почему человек не сможет стать богатым. Давайте же рассмотрим наиболее типичное. Пусть малооплачиваемая, но зато стабильная работа. Человек с психологией бедняка, как правило, выбирает низкооплачиваемую, но стабильную работу, например, в госучреждениях, потому что государство всегда обеспечит. А если пойти в коммерческую организацию, то есть риски остаться на улице через какое-то время? Человек абсолютно не верит в свои силы и в то, что его опыт и знания будут востребовательны. В итоге, что происходит? Идет он на нудную, скучную работу, переставая осваивать новое, закисает и становится никому не нужным, вместо того, чтобы расти и развиваться. Боязнь перемен. Опять же, по причине остаться никому не нужным, человек с психологией бедняка боится. Лучше иметь немного, чем рисковать и, возможно, потерять все. Такие люди никогда не рискнут открыть свой бизнес, не будут осваивать новые сегменты рынка, не пойдут получать второе высшее образование и ни за что никогда не переедут в другой город. Низкая самооценка. Это характерная черта людей в психологии бедности. Да и откуда взяться высокой от самооценки, если человек не живет, а просто проживает. Серая, неинтересная работа, которую еще и страшно потерять, отсутствие в жизни ярких впечатлений, перемены мест и обоснованных рисков. Именно тех факторов, которые заставляют уважать себя за труды и возможности. Человек с психологией бедняка не понимает, что богатство и хорошие перспективы раскрываются только перед теми людьми, которые не боятся рисковать и начинают все менять. Желание не быть активным. Очевидно, что для того, чтобы добиться чего-то и получить хороший результат, необходимо постоянно в эту сторону прикладывать усилия. Например, рассматривать предложение об интересной и высокоплачиваемой работе с более широким кругом обязанностей по сравнению с предыдущим местом. И таким образом постоянно и все время расти. Человек с психологией бедности не желает и не умеет проявлять активность. Боится искать новую работу, потому что считает уже заранее, что не справится. Человек остается пассивным и потому бедным. Все должны. Человек с психологией бедняка убежден, что ему должны достойно платить. Просто потому, что он качественно выполняет свою работу. И зарплата у него должна быть такая, чтобы хватило и на быт, и на отдых, и на детей, а также еще и осталось. Забывая при этом, что он согласился работать с низкой оплатой. И теперь обвиняет во всем спекулянта-шефа. Человек перекладывает ответственность себя на других. Какой смысл двигаться, если от меня все равно ничего не зависит? Делай, не делай, а результат один – ничего не получишь. Проще быть экономным. Бедняки тратят силы не на то, чтобы привлечь, а на то, чтобы удержать свои сбережения. Они тратят часы на посещение магазинов, сравнивая цены и делая покупки там, где это дешевле. Они пишут и ходят в различные инстанции, добиваясь мизерного снижения оплаты за коммунальные услуги, либо одноразовой социальной помощи, которой едва ли хватит на один поход в магазин, вместо того, чтобы эти же усилия эффективно потратить на заработок, либо поиск новой хорошей работы. Внимательно присмотритесь к себе, если у вас хоть одно из перечисленных качеств, и избавьтесь от него в срочном порядке, если что-то похожее обнаружите. Помните, что ваша жизнь и ваше благополучие зависит только от вас и оно только в ваших руках. Теперь вы знаете больше. Субтитры создавал DimaTorzok